Однажды родители подарили ей на день рождения качели и поставили их возле клумбы с цветами. Весь день девочка играла на качелях, а дома в ее комнатке горел свет. Там лежал на кровати плюшевый мишка и грустил. Сказки, которые родители читали нам в детстве, отражаются на нашем поведении в дальнейшем. Вспомните свою любимую историю, о чем она, о любви, о дружбе, о семье. Встреча участниц проекта «Рожденная побеждать» на этот раз была посвящена сказкотерапии, где девушки разобрали на примере сказок свои внутренние эмоции и переживания. У нас есть у всех любимые какие-то сказки. Есть у нас любимая сказка, это, скорее всего, наш какой-то такой интересный, своеобразный сценарий, по которому мы живем. И если найти этот сценарий, то с него можно выйти. Не у всех же сценарий счастливый, да, есть красавица, чудовище, ну и так дальше. Вот, и поэтому сегодня наша задача будет с девочками, ну, посмотреть их сценарий жизни и все-таки написать красивую для себя любимой замечательную сказку своей жизни. Она поможет узнать себя, открыть свои какие-то глубокие обиды, не знаю, страхи и попытаться это вывести на поверхность и забыть, убрать жизнь. Я в итоге ушла со слезами. Это было настолько трогательно, очень интересно и правдиво в жизни. То есть это не просто сказка, а причем та жизнь, в которой ты сама живешь в этом. Да, я и читала, мне как-то более-менее как-то лучше становилось, у меня злость уходила. Мне кажется, они сильнее, потому что обычно люди, как правило, ну, ничего не добиваются, а вот такие люди, которые есть какие-то проблемы, так сказать, у них больше добиваются в жизни, чем обычные девушки. Вечером девочку позвали домой ужинать. После этого она пришла в комнату и увидела Мишку. Она его обняла и извинилась, что забыла. С тех пор на качелях они качались вместе, и у них все было хорошо. На этом серия встреч и мастер-классов заканчивается. Финал состоится 16 сентября. Репетиции будут проходить в загородном отеле, куда за неделю до события прибудут не только челябинские участницы, но и девушки из других городов.